Рекламно-информационная программа Культпоход Добрый день, начинается программа Культпоход Как обычно в пятницу мы вас приветствуем здесь Предлагаем поучаствовать в нашей интересной беседе Ответить на наши, надеюсь, интересные вопросы И отправиться либо в кино, либо на выставку Либо в музей, либо в театр, либо получить книжку Это все наши призы Светлана Занько Да, еще раз добрый день Давай, Володя, объясним присутствие здесь Объясним присутствие Главный редактор не может сойти Главный редактор может все Но где у нас Голиков-то, любимый всеми Николай Голиков участвует в очень важном и ответственном мероприятии В эти дни в столице нашей Родины Проходит съезд Союза журналистов России Николай, как один из, собственно, учредителей И заместителей председателя Союза журналистов России Союза журналистов Кировской области Отправился вместе с коллегами В том числе с руководителем Евгением Дроговым На это вот действие И все они будут у нас в понедельник Днем развороте с отчетом Отчитаются о том, что они там О чем договорились Ну, не секрет, что журналисты в последнее время Тоже как-то активно претендуют на то, чтобы Более весомое положение в обществе Занимать Вот удастся им там добиться каких-то Няшек для себя Мы узнаем в понедельник В программе Дневной разворот И для себя главная няша И для себя, да Для нас Да, ну а теперь культпоходу мы приветствуем наших гостей Это Дмитрий Шелеев, директор Центра современного искусства Галерея Прогресса Дмитрий, добрый день Добрый день Мы что-то куда-то Обычно мы тут спешим У нас просто сегодня длинный день Уже четвертый эфир по счету Поэтому вот Выставка называется Нюансы Я там предлагаю предоставить Татьяне сразу, да? Ну, очень приятно, что в галерее Прогресса Состоялся этот замечательный проект Организованный, задуманный Нашим председателем Союза художников Вятского отделения Игорем Сметанином И вот этот момент Когда проект оказался на той площадке Где это все произошло Очень красиво, органично, эффектно и глубоко И в залах представлена живопись, графика, скульптура Декоративно-прикладное искусство На тему Ню Ню, перевод с французского, обнаженные И, конечно, эта тема объединяет Но 16 плюс при этом Ну, да Закон В современных рамках это именно так И, безусловно, это интересная тема Потому что она очень глубока Она идет из даже средневековых работ Античных, великолепных произведений искусства И находит отклик в душах современных художников Которые очень высоко и поэтично воспевают женскую красоту Обнаженное тело И относятся к женщине как к музе Ну, всего три десятка наших кировских вятских художников, да, принимают участие Вы в числе их сколько ваших работ там представляете? Четыре работы Четыре работы Может, поподробнее? Тоже женское тело Ну, эта тема, я бы не сказала, что она женская Она о божественном О красоте И это более глубокая тема У меня представлены акварели Это модель в египетском стиле лотос Потом северный ноктерн Это модель, написанная в стиле ренессанса Лондонский эндшпиль Это работа уже как композиция Она после поездки в Лондон Это обнаженная модель Грицянка Ну, это надо видеть, конечно И четвертая работа «Мое сердце подобной чаши» Это композиция трехчастная Триптих Посвященный божественной энергии Через чашу Граля Происходит преосуществление Всего живого В частности, прекрасной дамы и рыцаря Вот такая тема И, конечно, каждый автор По-своему раскрывает Тему обнаженной модели И по-своему ее трактует Как давно эти работы были созданы? Насколько ли они свежие? Это и ранние работы Конец 90-х И совсем последние По сию пору А какое место, кстати, в вашем творчестве занимает Вот эта тема «Ню»? Тема занимает... Безусловно, не единственная? Не единственная, безусловно Что вас интересует, да? Это тема, которая является Как бы лакмусовой бумажкой В творчестве каждого художника Потому что самое сложное Написать красивое обнаженное тело Это требует... Самое сложное? Да, да, безусловно Когда не задумывалась Но это все художники знают Потому что тут надо И одухотворенность модели показать И ее тонкость И создать произведение А не просто фотографическое изображение И поэтому это очень глубокая тема А интересны ли вам работы других авторов? Видели ли вы их раньше? Безусловно Что-то из этого Тоже почерпнуть для мастера Тоже можно, да? В этом совместной выставке? Безусловно, очень интересная выставка Потому что у нас настолько разнообразные авторы Которые по-разному решают В разных стилях И когда это собрано в одном зале В прекрасном зале галереи прогресса Это создает очень сильный эффект И это общение, безусловно Это очень свежая, очень яркая Очень праздничная выставка При этом и философская, и поэтическая Это ведь уже, Дмитрий, не первый опыт, да? Когда вот именно такие работы Или первый? Это не первый У нас была выставка даже 18+, Но это были литографии Были лимитированные количества И они были собраны из разных стран мира И была эротика у нас, да Насколько было востребовано И сейчас, насколько Да, вот это очень интересно Насколько востребовано Ротик Ну, я могу привести пример с кино Был формат фьючер-шотс Мы показывали И одна из тем была секс-шотс Ну, вот мы показывали Думали один раз показать Показывали три И даже, ну, как бы И потом люди ходили спрашивали Когда вы будете показывать четвертый? И что, возрастная Аудитория соответствующая Ну, я думаю, что уже истерпан Там осталось три человека Изобразительное искусство К сожалению Оно требует особой чувствительности В понимании его как жанра И, ну, нужно вырасти интеллектуально к этому Это не потому, что недоступно Это доступно всем Просто нужно немного посвятить этому времени Заинтересоваться Но это любовь навсегда Вот я до своей юности Я понимал музыку Но я не так чувствовал И понимал изобразительного искусства И это не только мои слова Но это правда прекрасно Это новый уровень Как бы есть к чему двигаться И к чему стремиться У вас требована выставка? Это да В данное время? Конечно Идет абсолютно разная аудитория Идут и поклонники художников Уважаемых, которые представлены На этой выставке И наша аудитория Ну, соответственно, как бы И наша аудитория И ваша аудитория Ну, как бы абсолютно разный Возрастной центр Начиная с 16 плюс Как собирали вот именно этих художников? Почему именно они? Или это все? Подбор художников Наши художники работающие в том среде Подбор художников осуществлял Игорь Смитанин И Максим Наулов Это вот они занимались организацией Кто это? Игорь Смитанин Председатель союза художников Вятского регионального отделения А Максим Наулов Художник и преподаватель ВятГУ То есть они обладают информацией Кто, собственно, может Поучаствовать Они не то, что обладают Они этим живут Когда с ними разговариваешь Видно, когда люди живут А когда люди Ну, в смысле Занимаются этим Так вот они живут этим То есть для них это дорого и свято А от кого идея ты изначально исходила? Давай-ка что-нибудь Эротическое Ну Ну, мужчины же Вы художники Изначально Поэтому вот Кого еще? Коллективно как-то Можете решили Давайте Знаете, я могу привести пример У нас вот Мы дружим Ну, сейчас И дружили уже, можно сказать Потому что Виктор Алексеевич Дорофеев Он переехал Из Кирова Обратно в Краснодар Так вот он Как бы Все время говорил Что нужно обязательно Показывать Обнаженную натуру Потому что Во всем мире можно А почему у нас нельзя? Ну, условно нельзя Да, можно Но как бы нужно Соблюдать центр Потому что Мы же, говорит Это делаем Потому что Мы восхищаемся Женской красотой Изначально То есть вот этот посыл Он оттуда идет И когда ты находишься в зале Ты переосмысливаешь Вообще Как бы Красоту женского тела Отношения Как бы К женскому образу Обнаженному Я прошу прощения Что мужские образы Не представлены? Есть хэштег в интернете Уже И он посвящен Ню Где мужские образы? То есть выкладывают девушки Где? Где? На самом деле Есть такие картины Но просто Объем зала Немножко не позволил То есть Были такие У Игоря Сметанина Огромная вещь Просто где-то Метра три Три метра? Да Мужского тела? Да Борцы Я кстати смотрю Да простите По списку Представленных художников В основном мужчины В основном мужчины пишут И Татьяна Тимкина И Инна Алексеевна Широкова Это мастер Обнаженной модели Дмитрий Шиляев Директор Центра Современного Искусства Галерея Прогресса Татьяна Тимкина Художник Один из авторов Чьи работы Представлены На выставке Нюансы Выставка Уже работает Уже работает В галерее И сегодня мы на эту выставку Будем разыгрывать Пригласительные билеты Напоминаю Что вы в культпоходе Друзья Это значит Что после Короткого перерыва Мы представим вам Список призов Билетов Книг Которые вы сможете Сегодня выиграть Ответив на наши вопросы Которые будут задавать Наши гости Ну и мы С Владимиром Сметанином Культпоход Дмитрий Шалеев Татьяна Тимкина Напоминаю наши гости Ну давай возьмем Свет Две минутки Для того чтобы Может даже больше Для того чтобы Озвучить те призы Которые у нас сегодня есть Итак начинаем С театра начинаем Драматический театр Обед из трех блюд Детективная комедия В двух действиях Сегодня Можно сходить туда Если поучаствуете В нашей викторине В 18 часов Ограничение 16 плюс Имейте ввиду Так же как у выставки Нюансы И еще дядючкин сон Он будет завтра 25 числа 17.00 Ограничение 6 плюс Музыкальная Как известно комедия В двух действиях Театр на Спасской Театр на Спасской Снежная королева 2 декабря В 11.00 6 плюс Пригласительные В кинотеатр Смена и дружба И давай по пригласительным Сразу же Пригласительные Вятский палеонтологический музей В Кировский городской Зоологический музей Это с детьми Можно ходить с удовольствием Пригласительные на концерт Солисты легендарных В Вятской филармонии На 3 декабря Призы От наших Сегодняшних гостей Мы анонсируем Это пригласительные На выставке Нюансы В галерее прогресса Арт-зал В Колизее Также пригласительные Предоставляет И давай по книгам Тогда Читай город Нам Спасибо нашим партнерам Предоставляет Замечательную литературу Мы ее сегодня разыгрываем Приобрести книжки Можно на Преображенской 65 Театро и Ленина 103 Торговый центр Крым Итак, что же у нас сегодня есть Джонатан Страут Амулеца Марканда Это приключение 12-летнего волшебника И его друга Видимо Джина Много магии Юмора Интриг Приключений 12 плюс Вот если мы ее сегодня Не разыграем Володь Давай В ближайшее воскресенье В открывашке Да, с удовольствием 12-летние ребята У нас тоже как раз таки Слушают открывашку Вот, пожалуйста Ирина Соковых Твоя жизнь Новая жизнь За 6 месяцев Это любопытная Полезная книга Для тех Кто стремится жить Используя принципы Тайм-менеджмента Обрати внимание Что тоже ограничение 12 плюс Это значит Что 12-летние 13-летние подростки Уже тайм-менеджментом Вовсю могут заниматься Да, еще у нас есть Захватывающая книжка О 40-дневном пребывании Лауреата Пуллицерской 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 Премии Писателя Джона Стейнбека Русский онлайн Да, известного Военного фотографа Роберта Капп В СССР Был это в 47-м году Называется Книжка Русский дневник Это очень интересно Джон Стейнбек Автор Тайгород Торговый центр Театро И Ленина 103 Торговый центр Крым Уважаемые гости Вам предоставляется Право задать вопрос Первым нашим слушателям Они ждут уже Они уже На коленой 211-101 Наш номер Это зависит Вы сейчас Как у джазовых музыкантов Я совершенно забыл Что нужно Готовить вопросы Там же Играй песню Какую Ну примерно так И начинает играть сразу Ну вот Может я предлагаю Просто Раз уж мы пришли С такой темой Ну и тем более Татьяна вначале Обозначила Допустим Да Жанр В котором Представлены картины Что он Как бы может быть Ну уже его обозначили Он называется Ню История Жанра Ну хотя бы допустим Перевод Как звучит Этого жанра Как переводится Слово Ню Да 211-101 Как переводится Слово Ню Пожалуйста Звоните Выигрывайте Наши призы Редакторы Готовы уже Принять ваши звонки Это культ поход Формируем Собственную афишу На ближайшие И последующие Выходные Ну и безусловно Можно использовать Какие-то подсказки Можно совещаться С интернетом Можно совещаться У нас есть уже звонок Мы его сейчас примем Алло Слушаем вас Алло Здравствуйте Здравствуйте Ну это Обнаженная фигура Ну А из какого языка Это произошло Ой А вариантов-то Не будет Татьяна уже Тимкина говорила Между прочим Ну давайте Варианты вам Английский Немецкий Французский Ну давайте Английский Неправильный Внимай Еще одна Попытка Еще одна Да Так Ну французский Давайте Ну давайте Французский Ну конечно Как вас зовут Представьтесь пожалуйста Светлана Светлана Наша постоянная Слушательница И участница Программы Культпоход Что вы выбираете В качестве приза А вот Я не слышала Филармонию Третьего декабря Что там В филармонии Третьего декабря Будет Концерт Какой Солисты легендарных Вия Давайте Да То есть видимо Какие-то советские Нетленочки Давайте Давайте Дайте трубку Сейчас редактор Редактор с вами Пообщается 211-101 Номер телефона Прямого эфира Готовьтесь Выигрывать Хотелось бы Чтобы новые люди Появились У меня такое ощущение Что наши Постоянные Слушатели Кто выигрывает Они вот прямо Вот сейчас сидят И набирают Набирают Дайте возможность Новичкам Пожалуйста Поучаствовать В нашей викторине Затем Затем Задавайте следующий вопрос Наверное Может быть сложный Но в то же время Вопрос Который Способствует Развитию Интересу Самый известный Художник 19 века Вятский Который работал В жанре Ню Его работы Хранятся В Вятском Художественном Музее Прекрасный Вопрос 211-101 Самый известный Вятский Художник 19 века Который работал В жанре Ню И его работы В нашем Художественном Музее Я уточню Конец 19 Начало 20 Был известен Широко В Италии В Италии А создавал Свои картины И в России И в Италии Есть какой-то термин Обозначающий Художника Который работает В жанре Ню Ну вот это Жанр Ню Является Нюист 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 У нас есть Телефонный звонок Алло Добрый день Здравствуйте Представьтесь Пожалуйста Александр Александр Признавайтесь честно Вы постоянный Наш Паянный Слушатель Постоянный Мы с Николаем Горьков Художник Исупов Совершенно верно Очень приятно Что вы знаете Этого прекрасного Художника Который является В общем-то Ярким Представителем Взятской Школы живописи Который стал известен В Европе И до сих пор Известен Александр Что выбираете Ну выставка Прекрасно Отлично Отлично Кстати до Преподавал Исупов Исупов преподавал В Италии Можно громче Об этом Сказать Александр Сказала Анна Лапшина Наш редактор До какого числа Работает выставка Кстати 12 декабря До 12 Достаточно Непродолжительный Ну месяц Ну мы посмотрим Если скажут Ну вот как было С кинопотографом Мы бы конечно же Продлили Ну если вы еще туда Добавите Мужские Мотивы То можно Продлили Вторая часть Вторая часть Это точно Светлана Задавай вопрос Я задавай вопрос Но у меня вопрос Вообще Не про жанр Нью И не У меня тоже будет Не про ню И не про выставку У меня такой Совсем отвлеченный От этой темы вопрос Вспомните пожалуйста Какой сегодня день В смысле Какой сегодня праздник Кого мы сегодня Поздравляем И Он такой Международный Уже праздник Все у кого есть дети Знают об этом празднике Многие собираются И сегодня в школы Чтобы праздновать Этот праздник Пожалуйста Вспомните Какой сегодня день Позвоните По телефону 211-101 И скажите Расскажите нам Ну 211-101 Ждем Ваши звонков Ну Я честно говоря Заглядывал Сначала передачи Что сегодня за праздники По-моему Там ничего такого не было Ну тебе предстоит Погрузиться полностью В эту атмосферу Уверяю тебя Слушай Сегодня день маржа Отмечают школьники Нет Не день маржа Сегодня день маржа Маржа например Мы сейчас спросим В Турции сегодня день учителя Алло Добрый день Здравствуйте Как вас зовут Елена Елена Какой сегодня праздник международный Кто сегодня пойдет в школы И детские сады Получать поздравления От своих детей Ну я вообще-то думаю Что он завтра Но вы наверное имеете ввиду День матери Верно Елена Что нам мешает Два дня подряд Его праздновать Правильно Елена День матери Владимир Сметанин Запомните Отец двух детей На днях был день сына Между прочим У тебя два сына Два сына Ты поздравил Два сына День матери Сегодня Татьяну Можешь поздравлять Два дня подряд С удовольствием Я поздравляю тоже Всех матерей И я прошу Нашу слушательницу Тоже произнести Некое поздравление В адрес всех матерей Или конкретной матери И мою маму И всех матерей России С праздником Хорошо звучит Всех матерей России Благодарим вас Это на партию Какую-то политическую Походу назвали Матери России Нам не мешает Продлить эту историю дальше Конечно Володя Да что ж такое Сегодня Пятница Хорошо Что выбираете Ну в кино Если можно Смена или дружба Смена Дружба Колизей Смена Хорошо Не кладите трубку Не кладите трубку Поздравляем еще раз С днем матери Так Мой вопрос Сегодня тоже Не связан с жанром Ню И вообще С живописью Я посмотрел Какие сегодня Известные люди Знаменитости Празднуются Свои дни рождения Вот среди них Есть Замечательный Любимый Мною Эмир Кусторица Многим И мой Сегодня Исполняется Исполнилось Вернее уже Да 63 года Известен он Не только Как актер Как режиссер Но еще и Как музыкант Одной Очень известной Группы Давайте Частичку Композиции Одной из самых Известных Послушаем Это очень Своеобразная Замечательная музыка Балканская Спасибо У меня вопрос Следующий Как называется Этот коллектив Вот они Позиционируют Себя именно так Эмир Кусторица И Как же называется Этот коллектив Я бы даже сказал Оркестр 211-101 Вот этим словом Оркестр Я уже подсказал А я вот хочу Тебе сказать Как отцу Двух подростковых Замечательных сыновей Что Эмир Кусторица У нас есть София И с моей дочерью Любимый фильм Который называется Пеликан Он снят В 2011 году Там режиссер Не Эмир Кусторица А Оливье Орле Но Эмир Играет главную роль Роль отца И там сложные Взаимоотношения Отца и сына И птицы Пеликан Я буквально Вот рекомендую Чуть подрастут Твои ребята Рекомендую Посмотреть этот фильм И всем отцам У которых дети Предподросткового возраста И подросткового Это потрясающий фильм Там такая музыка Тоже есть замечательная Угу У нас есть претендент На приз Алло Слушаю вас Алло Здравствуйте Николай меня зовут Николай Как называется Оркестр Эмир Кусторица И носмокинг оркестр Да Оркестр видимо В котором Нику не курят Это замечательная музыка В Болгарске Для меня Кинорежиссер Эмир Кусторица Начался с фильма Чёрная кошка Белый кот Для многих он Наверное Для подавляющего Большинства Почитателей Ну вообще хорошие фильмы снимают Да Нолл смокинг орхестра Да Именно так называется От коллектив Что хотите получить Смену Мы уже разыграли К сожалению Только что Пойдемте в арт-зал Не блокбастеры смотреть Такой автор Не я хочу туда В Колизей В Колизей Он и есть Арт-зал В Колизей Арт-зал в Колизей Пойдете туда Очень уютный На 40 мест Такая атмосфера Дмитрий Шиляев Побывали мы Еще будем бывать Хорошо Хорошо Все Не кладите пожалуйста трубку Наш редактор с вами пообщается Объяснит Как забрать этот билет В арт-зал В кинотеатре Колизей У нас тем временем Реклама намечается Давайте прервемся на полторы минуты И скоро продолжим культ поход Культ поход Выставка живой в живописи Нюансы Проходит в галилее прогресса С 16 ноября до 12 декабря И сегодня мы презентуем вам ее Уже успели много о чем поговорить Вместе с Татьяной Тимкиной Это художник Четыре ее работы представлены Как раз таки на этой выставке И Дмитрий Шиляев Руководитель центра Галерея прогресса Где собственно и проходит эта выставка Скажите пожалуйста Татьяна Вообще жанр Ню Насколько сейчас развит у нас в городе По сравнению Со столицами У нас очень сильные художники Живут в городе И это всегда бывает явно видно На всероссийских выставках И тема очень у нас раскрыта И очень многие пишут такие вещи То есть даже по авторам Вот заслуженный художник России Веприков Александр Иванович Заслуженный художник России Мочелов Александр Петрович Заслуженный художник России Инна Алексеевна Широкова В скульптуре Бондарев Владимир Александрович Коценко Клара Ивановна Наш известный скульптор Борис Кин Виктор Федорович Прекрасный авангардист Жолобов Николай Александрович То есть это старшее поколение Представлены художники среднего поколения Заслуженный художник России Горбачев Сергей Юрьевич Мулин Владимир Евгеньевич Заслуженный художник Среднее поколение Максим Наумов Игорь Сметанин Совсем юные Недавно вступившие Тоже участвуют в выставке И совсем новое поколение Которые будут вступать в союз То есть это настолько широкая тема И настолько художники ей проникнуты Что это всегда очень тонкие глубокие вещи Но так или иначе каждый художник В своей карьере должен К этой теме обратиться Это начинается с обучения С обучения Работа с моделью Да Это и рисунки с античных торсов Это работа с живой моделью Любой художник Все образование строится на этом У меня есть две картины Александра Мочилова в этом жанре Ну это у нас ас На выставке прекрасная работа висит Самая большая Ну просто прекрасная Так уже сформировался Уже какой-то костяк работ Которые прям привлекают внимание И не могут посетители от них отойти Или как-то все вот Всем внимания хватает работам Когда держал слово Александр Реприков Он сказал, что безусловно получилось прекрасно И уточнил еще Как он сказал Он говорит, что я не побоялся в это слово Столичного уровня выставка получилась Столичного уровня Каждого притянет своя картина Да? Все равно Вы понимаете Вот как бы важно Чтобы я могу уступить словом Ну я могу уточнить Что безусловно У каждого художника Есть свой зритель И было бы неинтересно Если бы все художники были одинаковые Ровно так и зрители все разные И конечно У каждого Зрителя свой любимый художник 16 плюс это ограничение Это согласно законодательству Сегодняшнему Учили не в начальной школе Да Ну и как бы Вы знаете Александр Реприков абсолютно тоже Когда выступал на открытии Он уточнил, что дети Ну там В гораздо раннем возрасте Видят совершенно Как бы то, что не надо видеть Да И знает об этом очень много Ну просто есть разница между ню и эротикой Есть разница Да Нет, вот как раз Я хотел уточнить Что у молодежи И условно Как бы да И поколение моего возраста Ориентиры сбиты Ориентиры сбиты И для того, чтобы их Восстановить И вылечить Скажем так Я не побоюсь этого слова Нужно посещать Именно такие выставки Потому что там чувствуется Отдухотворенность От увиденного Обнаженного тела И ты переосмысливаешь Отношение к женщине К пониманию слова Любовь К пониманию слова Эротика Красота Красота, да И ты Как бы Тебе для этого Не надо прочитать Огромный какой-то текст Тебе нужно просто Перейти в зал Это повидеть И участвовать И это тебе изменит На какое-то время точно В лучшую сторону Итак, выставка нюанса Галерея прогресса Прямо сейчас Можно прийти И до 12 декабря И мы все еще Кстати говоря Вот у нас уже выиграли Пригласитель на выстоку нюанса Но мы уточнили У наших гостей Можно еще раз играть Давайте зададим вопрос И давайте еще раз напомним Все-таки Что у нас есть Для тех, кто возможно Только-только присоединился Драматический театр Обед из трех блюд Сегодня Дедушкин сон Завтра Театр на Спасской Снежной Королевы 2 декабря в 11 часов Три книги у нас замечательных Вятский палеонологический музей Вятский Кировский городской Физиологический музей есть И нюансы И нюансы Итак, Татьяна Давайте следующий вопрос Ну, наверное, не очень сложный вопрос Но самое культовое Самое известное Произведение В Эрмитаже Написано автором 18 века Посвященное Обнаженной модели То есть обнаженная модель И Эрмитаж В Эрмитаже В 18 веке Еще в 18 веке Культовое произведение Даже раньше Сейчас мы выясним Кто у нас в Эрмитаже бывает 211-101 Ждем вашего звонка Времени остается не так много 7 минут у нас Но у вас сейчас есть Вот такая прекрасная возможность Либо книгу Либо в театр сходить Либо в музей Зоологический Либо палеонтологический Выточню это европейский автор Так скорее всего да Мы предполагали Алло Есть Да слушаем вас Алло Да Это Даная Так правильно Автор Тициан Нет У Тициан тоже есть Но Еще более известный Еще варианты Дайте варианты Татьяна Дайте варианты Как вас зовут Кстати скажите пожалуйста Андрей Андрей Может быть Рембранд Да вот Рембранд Ну все Теперь вы имеете Уже полное Стопроцентное право Что-нибудь у нас выбрать Можно тогда Дядюшкинсон Когда будет Дядюшкинсон Завтра Завтра в 5 часов В 17 Готово Хорошо Давайте тогда его Время Да конечно Без проблем Забирайте Дмитрий С вас вопрос Ну Опять же Возвращаясь к теме Выставки Ню О чем говорит Сам жанр О чем говорит Сам жанр Хороший вопрос Дмитрий В следующий час Мы посвятим Ему Рассуждение И с нашими слушателями Ну жанр Ню я имею ввиду Искусственный Вот как чувствует Человек Наш слушатель Который позвонит Как чувствует Ну и в принципе Профессиональное сообщество Я не очень понимаю Вопрос О чем говорит Конкретизируйте Сколько это возможно Когда говорит Ну вот у каждого Жанра Есть какое-то Определение Определение Жанра Ню Дать определение Жанру Ню Да Ох Кратко Ну много слов Уже мы тут Вокруг да около Сказали Дать определение Жанру Ню Это сложное задание Звоните 211 101 Есть время ответить У нас замечательные Еще книги Остались неразыгранными Я конечно радуюсь Что неразыграна Книга Амулет Самарканда Приключения 12-летнего волшебника Натаниэля Потому что У меня есть Какой-то там Вот интерес Для открывашки Мы любим Приключенческие Детские романы Но все будет Зависеть от наших Слышек От их решений О чем он Может подсказка будет О чем он О чем он Чему посвящен Можем подсказать Объедините пожалуйста В одно предложение Я уже подсказал Красоту Тело О чем он Эстетику Есть телефонный звонок Вы в эфире Добрый день Как вас зовут Здравствуйте Меня зовут Лея Сергеевна Да Я была на выставке Ню Прошлой зимой В рождественские праздники Там в галерее русского искусства Была выставка Ню Я пошла туда Ради Зинаиды Серебряковой Ну там были От Значит там Репина И Бенуа И В общем Работы Художников уже Более Уже ушедших От нас И До современности Ну вот Как вы понимаете Я так сформулировала Мое впечатление От работы Зинаиды Серебряковой Это просто восторг Восхищение Дмитрий У вас устроит такой ответ Ню это восторг Восхищение Я понимаю Что надо как-то подсказывать Потому что я сам Ну да Нет подождите Человек просто поделился С нами замечательными Своими ощущениями Давайте мы ответим На вопрос Определение жанра Должно быть какое-то Определение Да попробуйте дать Собственное определение Жанру ню Что отображает Жанру ню Ну тут Это очень широкое Наверное понятие Это Во-первых Художник Имеет возможность Продемонстрировать Своё Мастерство И Наверное Не каждый Это даже И сможет И кого-то еще Мало таких Художников Достаточно Мало Если сравнить С количеством художников Которые пишут Пейзажи Можно бы сказать Это очень сложный вид Искусство Лея Пожалуйста Что отображает На картинах Дмитрий готов Отображает На картинах Сам художник Ну это Красота Это Женское тело Пять Оно Больший восторг Наверное Вызывает Хотя Морское Тоже красивое Красоту Красоту Ноженного тела Очень Ну Лея Принято Принято Что вы выбираете Из наших призов Вы только наговорили На три приза Шучу На один Спасибо большое Я видела И у Инны Широк У меня просто удивило Выбираете Что хотите получить Что она тоже это может Вот Прекрасно Пойдете сегодня На обед из трех блюд В драмтеатр Если можно На выставку На выставку На выставку Нюансы Прекрасно Да Да Прекрасно Не кладите Другу Пожалуйста Спасибо Две минуты остается Давайте еще вопрос Светлана Нет Давай У тебя есть музыкальный вопрос Я знаю Да он Как музыкальный Мы сейчас вообще уйдем От искусства Быстрее Две минуты остается Давайте запустим Эту композицию Давайте Пожалуйста Ушли Все Ушли Совершенно в другую тематику Почему Почему Звучит Именно эта композиция Прямо сейчас У нас в эфире Я напоминаю Что мои сегодняшние вопросы Связаны с Днями рождения Известных людей У вас лягого день рождения Могло быть еще КВН Все это смешно Простите Можно я возьму книжку Амулет Самарканга Все мы собрали Амулет Самарканга Я хочу То есть я ответила на вопрос Да Прости пожалуйста Я ответила на вопрос Хотел спросить Давай мы лучше Татьяне Передадим слово Татьяне еще один вопрос С вас Сообразите пожалуйста Нет Я могу спросить Сколько сегодня лет Масликова исполняется Если уж на то прошло Вот есть вопрос Есть звонок Давай Хорошо Сколько лет Александру Масликову Исполняется сегодня Александру Васильевичу Да Сколько же его исполняется Поздравляем его Есть звонок Будет у нас Человек-то в эфире Не будет Сколько лет исполнилось сегодня Александру Васильевичу Масликову Есть звонок Нет дружбы Бензопила Нет дружбы Кинотеатры Нет Кинотеатры Все ушли Книги Палеонтологический музей Зоологический музей И сегодня Обед из трех блюд Снежная королева Драмтеатре Все Драмтеатр Обед из трех блюд Спасибо Поздравляем Отлично Вот так весело Незамысловато Мы приблизились К завершению Нашего культпохода Напоминаем Что выставка Нюансы работает В галерее прогресса Ежедневно И выходные тоже До 12 декабря Дмитрий Шелеев Татьяна Тимкина Наши гости До новых встреч Всего доброго Я не прощаюсь До встречи В программе Сделанной в Вятке Через 20 минут